Так, девочки, пока у нас запекается наша запеканка, настаивается киселек, мы проведем интересную лотерейку. Я загадываю изделие из нашей программы февральской, а вы должны его угадать. Но, как мы угадываем? Вы задаете вопрос. Не так, что, допустим, вы перечисляете мне наименование, а вы должны спрашивать свойства и характеристики. Давайте сейчас просто вспомним, что у нас есть. Во-первых, у нас есть 4 категории изделий для приготовления, для сервировки, для транспортировки и хранения. То есть вы узнаете, допустим, категорию. Таким вопросом я вам говорю только «да» и «нет». Дальше, что еще? Можете выяснить температурный диапазон, хотя он, конечно, широкий, но тем не менее. Дальше. Какие еще характеристики? Какая крышка, правильно? Цвет. Я могу говорить «да», «нет», вы будете перечислять очень долго. Да, и цвет – это слишком просто. Так, что у нас еще? Ой, пусть стоит прямо в дырюрке. Что у нас еще? Крышка, да? Какая у нас есть крышка? Первая самая крутая крышка – это воздуховлагонепроницаемая, которая не пропускает ни кислород, ни воду. Дальше у нас есть какая еще крышка герметичная, которая плотненько закрывается, да, но мы транспортируем ее в таком положении, потому что если перевернем, то может чуть-чуть капельки в это просачивать. И есть какие крышки? Есть крышки прикрывающие, прикрывающие крышки, которые не захлопываются, а лишь прикрывают, да, изделия. То есть это три типа нашей крышки. Еще какие можно характеристики? Ну, можете, конечно, спрашивать, там, бархатистая либо гладкая поверхность, но это уже такие тонкости, да. Так, какие у нас еще моменты? Ну, наверное, все, да, там дальше уже угадайте. Если вам нужна программа, вы можете ее взять, да, вспомнить, какие у нас изделия, что есть. Ну, и какие-то еще свойства, да, допустим, изделий. Так, ну, давайте. Задавайте мне вопросы. Давайте по очереди. Раз, два, три. Не, мы нужны одновременные. У нас тут не так много. Ну, хорошо, это изделие предназначено для хранения? Да, может использоваться для хранения. Чудесно использоваться. Дальше вопрос. А какая крышка? Я могу говорить да и нет. А, все, поняла. Помните, у нас три типа, ну, три класса крышек. Может, я название, я скажу. При переносе, да, транспортировке. Ну, скажите. Крышка первого класса? Да, воздухо-влагонепроницаемое. Можно транспортировать даже вот в таких положениях. Это еще не можно? Нет, вернанное можно. Так. Дальше. Это изделие можно использовать по свече? Нет. Это изделие можно взять с собой в дамской сонке? Если она большая. То есть, по дамской классе, ну, привычному представлению, все-таки большеватая изделие. В морозильной камеры используются? Ну, нет, нежелательно. Илюмина? У нас изделие из текущей программы. А, у нас нет. У нас есть текущая программа. Да. Я вам обречу, врачи. Нет. Свет. На, спросите. Это смысл? А, вот. Да. 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 Не очень смотрим. Молодец! Ура! Я даже не знаю, чей хлеб кто отобрал у кого. И это акваконтроль. У Леночка, назови. Как называется он у нас? Королевское золото. Королевское золото. Какой у него объем? Один, пять. Полтора литра, да. Чудесный, шикарный. Ну, правда, я всегда показываю на полтора. Я даже сегодня не думала, что вам загадать, потому что, ну, шикарные изделия, которые скоро по-любому понадобятся, ну, половине населения нашей страны, потому что мы будем дарить на 8 марта. Это шикарный подарок. Получается цена консультанта 524 рубля. Что можно подарить сейчас дорогого, красивого, функционального за 524 рубля? Ничего. А если вы сюда положите шарфик, конфетки, что еще? Пожалуйста. Печенье свою, вымечку. Или, как сказать, салатик вот такой есть красивый раскладывается секторами, да? Принести. Да, да, даже на работу так принести. У вас уже праздничный обед на работе пройдет. Вот в такой обстановочке. Вы еще и заказы соберете на это такой контроль, вы хотите заработать на подарок. Поэтому приз, ну, все получают. Все, что там. Одна задавала кучу вопросов, другая уже цвет, а третьего звала. Поэтому вам на выбор. Зарetzt вам. Спасибо.